Сегодняшняя тема Найти в Петербурге подходящий бассейн – не проблема, их в городе достаточно. Но большинство из них находятся при фитнес-клубах и спортивных центрах. Есть мнение, что они предназначены исключительно для посетителей других секций клубов, то есть для «своих», но это не всегда так. Большинство крупных бассейнов при фитнес-клубах и спортивных центрах открыты для всех желающих, но все же, прежде чем отправиться туда, этот момент стоит уточнить. Кстати, стоимость посещения бассейнов при фитнес-клубах, особенно крупных, может быть значительно выше средней цены по городу. Если сам бассейн найти несложно, удачно вписаться в график его работы – задача потруднее. Часть из них арендуют спортивные школы или частные организации. В это время для других посетителей бассейны закрыты, поэтому и возникают перерывы в расписании, и часы работы тоже лучше уточнять дополнительно, приблизительно за день до посещения. В основном, петербургские бассейны работают ежедневно с 7-8 до 21-22. Средняя стоимость разового посещения для взрослого колеблется около 450-500 рублей за 45 минут-час. Для ребенка она может быть рублей на 100 меньше, но иногда разницы в цене нет. Где-то время разового посещения не ограничено, и за 800 тысяч рублей в бассейне можно поселиться. В некоторых оздоровительных центрах в стоимость разового посещения включена еще и сауна. В каких-то бассейнах однократных посещений нет, и они продают только абонемент. Стоимость его начинается от 1100 рублей на 5-часовых занятий для ребенка и от 1400 рублей на 5-полуторачасовых занятий для взрослого. Как найти фитнес-клуб в Петербурге? Петербурге, читайте здесь, кстати, в бассейнах, где разовое посещение предусмотрено, абонемент на несколько занятий стоит обычно дешевле. Цены на абонемент и условия везде разные, предложений много, но покупать его не всегда удобно. Есть вероятность, что приходить придется в определенные дни и определенное время. К тому же, возможно, израсходовать число посещений, которое он предусматривает, вам придется за ограниченные сроки, а неиспользованные часы просто пропадут. Научиться плавать можно почти в любом бассейне Петербурга, правда, в некоторых из них взрослых берут либо по индивидуальной договоренности с тренером, либо не берут совсем. Обучение плаванию ребенка стоит намного меньше, чем взрослого. Дети занимаются в группах, и средняя стоимость одного занятия колеблется от 200 до 250 рублей. Но это условная цена, поскольку большинство бассейнов предлагает сразу купить абонемент на несколько месяцев по программе обучения плаванию. Занятия проходят один или два раза в неделю в течение двух месяцев, а где-то 4-5 месяцев. Для взрослых же обучение в основном индивидуальное, одно занятие стоит в среднем 1000 рублей. Но если постараться, можно найти бассейн, в котором и взрослых обучают плаванию в группах, и это будет примерно в половину дешевле. Большинство бассейнов разрешают посещение и обучение плаванию детям с 6-7 лет, но есть и те, что берут 3-4-летних, им в основном разрешают плавать только под присмотром родителей. Для двухмесячных или полуторагодовалых малышей иногда встречаются специальные секции, в которых они занимаются вместе с мамами. В специализированных оздоровительных секциях обычно организовывают занятия для беременных, для мам и малышей после родов. Изредка можно найти секции для инвалидов, детей и взрослых с проблемами опорно-двигательной системы. В некоторых есть спортивные игровые секции или обучение дайвингу. Несмотря на разрешение Роспотребнадзора взрослым посещать бассейн без справки, ее требуют почти везде. Льгот в большинстве городских бассейнов тоже нет, но для студентов, инвалидов, пенсионеров, ветеранов, блокадников и многодетных семей изредка встречаются скидки на абонемент. В некоторых бассейнах есть так называемое «льготное время», обычно утром и в будни стоимость посещения меньше, чем в выходные и вечером. Адмиралтейский район бассейн – Дельфин, Д.Юша спортивный. Ставь лайк.